Друзья, всем привет! С вами фрешный вектор дизайна, я Чайковская Екатерина. И сегодня мы с вами будем откровенно баловаться. Я решила сделать очень красивое бра с расшитой разными камнями, пайетками, имитацией такой, как чешуи небольшой. Так что будем сегодня прям наслаждаться. Мы с моими студентами, у нас есть задание, мы рисуем вот такую красоту. Очень она замечательная, мне она очень нравится. И сегодня мы, в общем-то, эти элементы будем применять. Как их рисовать конкретно я не буду показывать, а вот как их применять покажу. Ну что, поехали? Я еще взяла еще одну мою рисовочку, которая у меня уже есть. Смотрите, здесь уже начали собираться элементы, и соответственно, нам будет удобно оформлять линию низа нашего бра. Так, открываем наш шаблон. На данном шаблоне у нас есть и ручки, и ножки. Нам нужен только торс, поэтому мы с вами убираем руки. Напоминаю, что данный шаблон можно скачать совершенно бесплатно у нас на сайте. Пожалуйста, переходите по ссылочке, которая оставлена под этим видео, и используйте его с удовольствием. Можно его использовать для рисунка от руки. Для этого просто нужно скачать в формате PDF, распечатать, а и, соответственно, использовать. Делаю крупно, потому что мы будем рисовать одно изделие, и я не буду его разбирать для того, чтобы там покрасить или еще что-то. Я сразу буду его рисовать в цвете. Блокирую, создаю новый слой, выбираю инструмент перо, черный цвет. Мне нужно создать основу под него. Создам я ее черного цвета, так как если будут какие-то проблески между стразиками, они будут очень красиво смотреться именно в черном цвете. Так, цвет контура черный, единичка, все, отлично, приближаю. Мне нужна именно линия груди. Сейчас я обозначу, что вот эта часть у меня будет в виде бра. Я не буду сейчас рисовать, что там конкретно внутри, косточки, не косточки, как это располагается. Меня интересует именно декоративная часть этого, но мне нужен фон. Поэтому, покороче, здесь уже будут декоративные элементы. То есть, вот эта часть, считаете, как бюстгальтер, да, она будет, соответственно, закрывать грудь, а все остальное уже будет происходить сверху. Я посмотрела очень интересную идею, именно чтобы вдохновиться, а не чтобы повторить. А там такие разноцветные, как пайетки в виде округлых перышек. И они сделаны очень красивым градиентом. Вот сейчас я посмотрю, что у нас тут есть в библиотеке градиентов. Для того, чтобы... Так, ну что ж там, там библиотека, тут плохо видно. Сейчас окно. Вот сюда нажмем. Библиотеки образцов. Где тут мои любимые градиенты? Вот они, градиенты. И тут можно выбрать вода, гармонии цвета, камни, комбинации леса, листва, металл, небо, оттенки, пастельные, размытия, самоцветы и драгоценности. Вот то, что мне как раз и нужно. Вот здесь можно настроить, чтобы были большие миниатюры, чтобы вы лучше видели, что у вас там происходит. А я сейчас скопирую вот эту всю красоту. Соответственно, она у меня уже есть. А вот так. Размещу ее тут рядышком, потому что мы ее сейчас будем использовать. Вот такие красивые штучки. Мы их сможем сейчас с вами перекрасить в тот оттенок, в который нам будет нужно. Так, а я создам вот эти вот блестки, о которых я говорила. Я обещала, что будем сегодня баловаться, поэтому если вы надеетесь увидеть что-то такое суперсерьезное, действительно, я уверена, что должно получиться красиво, но мы будем рисовать вот такой вот нестандартный эскиз, а что-то действительно более интересное. Так, инструментом зеркальное отражение мы с вами делаем вторую часть. Теперь берем градиенты. Применять градиенты мы будем сюда. И нам нужно сделать направление градиента, чтобы вот оно все правильно располагалось. Да, отлично. И вторая часть блестки. Соответственно, вот такая. Вот такой. Сейчас мы посмотрим, как оно будет лучше смотреться. Вот такая штучка. На нее мы добавим еще тенюшку. Градиентную. То есть вот такая блестюшка. Замечательная совершенно. Так, цвет контура уберем. И вот здесь тоже маленький такой блячочек дадим, что вот сюда тоже как бы переходит. И этот блячок сделаем вот таким. Между собой такое сочетание сделали. Отлично. Теперь эту штучку мы можем немножко поджать, сгруппировать. И будем ее располагать уже непосредственно на нашем с вами бра. Я хочу сделать, чтобы они были у меня в три ряда. Могу я делать только одну сторону, потом на вторую развести. Потоньше сразу делаю контур. И смотрим форму и размер. Конечно, это лучше делать, когда у вас есть какая-то основа. Так, и вот сюда. Спокойно. Спокойно. Вот так. Что мы здесь можем делать? Здесь есть тоже еще одна хитрость. Мы можем сказать, что я хочу, чтобы они были вот по этой дуге. Даже не создавая кисть, можно этого добиться. А как? Смотрите, показываю. Есть один объект, есть второй объект. Я говорю, объект, переход, создать. Вот они у меня начали создаваться. Но не очень красиво. Теперь выбираю. Все вместе. Объект, переход. Заменить траекторию. Вот уже хорошо. Но, возможно, не получится, потому что они могут искажаться. Параметры перехода. Так, оптимальное. Заданное число шагов. Ну, давайте скажем, что у нас их должно быть 8. Вот они у меня встали. Мне не нравится, что получается вот эта вот разборка. Поэтому в данном случае нам не подойдет инструмент переход. Придется создать все то же самое руками. Потому что переход не дает той красоты, которую бы я хотела получить. Так что вспоминаем старый добрый метод. А именно метод работы руками. И при его помощи формируем ту красоту, которую мы хотим получить. Может быть, оно даже будет к лучшему. Будет более натурально смотреться. Смотрите, здесь я сделаю его чуть поменьше. И, соответственно, следующий слой, который я буду сюда наносить, он у меня будет уже поменьше. Так, буду наносить его в промежутке. Вот такая штучка у меня получается. Как видите, процесс достаточно долгий. И нудный. Так, цвет вот этой штуки должен быть просто черный. Просто давать нам основу. И потом, видите, где она у нас уходит немножко. Можно здесь чуть-чуть приподнять. Ну, в общем-то, работать с формой. Так, здесь тоже мы делаем вниз. Каждая вот эта перышка, она у нас сгруппирована. Это должно быть поверх. То есть самый задний ряд у нас сзади, самый передний спереди. Сейчас мы вот еще один ряд... Не буду его рисовать. Создам копию. Вот так. Сделаю его... Так. Копия-то где? Вот так. Сделаю его чуть поменьше. То есть как будто бы у нас три. Вот. И вот здесь тоже сейчас мы оформим вот так. Потом берем... Это не совсем... Так, здесь все верно. Раззеркаливаем. Красота. Теперь вот эти немножечко поправляем, чтобы все-таки было раздельно. Вот, видите, развели. Так, хорошо. И теперь у нас с вами были красоты, которые мы сюда хотели вставить. Но они у нас другого цвета. Что же делать? Вспоминаем, как перекрасить графический объект. Это сделать достаточно просто. Здесь у меня уже сформировано, но я бы хотела более плотно их сформировать. Более плотное такое формирование. И потом сейчас будем камешками все остальное тоже забивать. Вот. Вот такая штучка у меня. Есть перекрасить графический объект. Поскольку мы начали работать в сиреневой цветовой гамме, то я думаю, что мы можем совершенно спокойно развернуть и сделать что-то в сиреневой гамме. Как видите, это все достаточно просто делается. Не надо здесь ничего сверхъестественного. Сейчас подберем оттенок, который нам подойдет. Вот так. Все, нам подошло. Говорим, окей? Окей? Ну, куда? Вернее. Вот оно. И все вместе это сюда вот так переносим. На передний план. Так, сейчас я сгруппирую, чтобы они были сгруппированы, с ним было проще работать. И сейчас увеличу, чтобы мне пропорционально было проще видеть, что у нас происходит. Так, монтаж на передний план. Помельче они должны быть. Вот, хорошо. Смотрите, вот такая красивая штучка у нас получилась. От нее я хотела сделать висюльку. Разгруппировать. Соответственно, вот сюда будет идти висюлька, которая будет вот так вот по камешкам. Вот такая штучка. Так, теперь мы с вами будем рисовать красивую линию бахрамы. Я была бы не я, я обычный человек, достаточно в этом вопросе. Люблю автоматизацию, поэтому мы переходим, говорим, ты будешь кисточкой. Узорчатой. У меня нарисовано все без градиентов. Сразу предупреждаю. Поэтому все продумано заранее. Так, этого нету, этого нету. А вот эту сейчас мы посмотрим. Вот так. Отлично. Все, красота. Кисточку мы с вами создали. А и теперь вот такой формы у нас будет с вами применена данная кисть. Вот это. Вот так. И точно так же мы ее с вами применим для того, чтобы она у нас была по соседству. Здорово. Теперь вот эту часть нам нужно с вами заполнить разными камешками и блестками. Я беру свой уже созданный файл. Так. Давайте мы возьмем вот этот. И вот эти две блесточки. Ctrl-C. Скопируем его в наш эскиз. И нам тоже нужно поправить цветовую гамму, потому что она у нас не попадает. Но вы же понимаете, что мы не обязаны как бы делать все именно в этой же цветовой гамме. Я, например, могу ее дополнить зеленым оценком. Тогда она будет смотреться по-другому. Вот, дополнила. Они у меня все сгруппированные. Можно их оставить овальными, можно поменять форму, потому что это чистый вектор. А с чистым вектором работать одно удовольствие. Соответственно, я их сделаю помельче. И уже буду смотреть, насколько они у меня гармонично сюда вписываются по размеру. Сейчас я им дам еще второй оттенок. Сделаю их еще и фиолетовыми. И таким образом я смогу по ощущениям как будто бы расшить эту штучку двумя разными прекрасными оттенками. Точно так же можно будет потом побаловаться с перышком. Вот такие штучки у меня получились. И сейчас мы этими стразиками будем расшивать нашу с вами поверхность. Так, а мне нужно вот сюда зайти в свойства и вот тут сделать отражение. Вот так. Отлично. И вот у этих трех штучек поменять еще оттенок, чтобы у меня была дополнительная прокраска, но в фиолетовых цветах, соответствующим тому, чем мы рисуем. Смотрим. Идеально. Начинаем. Заполнение. Заполнять буду руками. Я хочу, чтобы оно смотрелось очень живо и свежо. Соответственно, один и тот же объект просто буду переносить и копировать при помощи мышки. Таким образом у нас получается с вами очень естественная заполненность, как будто бы вы взяли эти стразы и начали нашивать их туда. Я переношу, нажимаю кнопочку Alt, оно у меня попадает в нужное мне место и, соответственно, вот так вот помещается. Если вы чувствуете, что этого элемента достаточно, вы можете выбрать другой элемент и его тоже начать располагать, соответственно, на этой основе. это позволяет добиться очень такого яркого красочного эффекта, позволяет добиться того, что наш с вами эскиз получается очень живой. Как видите, я его делаю руками. И, соответственно, сейчас вот здесь я хотела бы тоже добавить туда капельки еще. На самом передний план я сейчас помещаю. и вот с этим элементом, который у нас здесь с вами есть, я бы хотела поработать, добавить вот сюда вот так вот капельки. Сюда капельку, сюда капельку. Руками тоже это все распределяю. Можно потом именно эти капельки выбрать и им задать другой оттенок, что я, в общем-то, и планирую сделать. Сейчас мы только его разместим. Поскольку этот элемент не изделие, а элемент симметричный, я могу сделать вот так. Соответственно, вот эти штучки я могу сделать с зеленым оттенком, который у нас появился второй цвет. Очень красивое сочетание фиолетового и зеленого. Ну, мне, по крайней мере, нравится. Вот такие создать штучки. Можно сюда поместить в центр такую вот историю. Тогда оно будет играть более интересно. и продолжить наше с вами заполнение. Если вдруг вы устали и вам уже не хочется заниматься этим заполнением, то мы можем с вами дополнительно туда создать заливочку. Сейчас покажу, как. Вот такая плотненькая штучка. мы ее формируем, чтобы она была разнообразная, чтобы она вот так вот плотно друг с другом соприкасалась и все закрывала. Теперь мы из нее делаем заливку. Еще раз повторюсь, у меня все правильно отрисовано, поэтому там все так удобно. И сейчас мы ее подкорректируем эту заливку для того, чтобы она у нас была правильного заполнения. Видите, там она не очень красиво накладывается. И я думаю, что меня спасет сетка. Немножечко просто подкорректировать сетку и все у меня прекрасно с заполнением получилось. О чем я вам всегда и говорю. Если можно автоматизировать, надо автоматизировать. Выбираем нашу с вами основу Ctrl-C и ее заливаем вот этой штучкой. Смотрите, произошло заполнение. Нам осталось только немножко поправить там, где у нас заполнение не произошло. Получается полностью расшитое вот такое вот бра. Сейчас мы его дополним. То есть, я там начала делать и здесь вот кусочками дополняю, чтобы все это у меня смотрелось очень органично, очень красиво. естественно, можно еще сейчас будет поправить и сделать, например, один слой этой красоты другого оттенка. Сейчас я вам покажу. Сейчас вот так мы все это сделаем. Вот такое роскошное бра у нас получилось. Это все мы уберем. Это лишнее. вот. Смотрите, какая красота. Теперь мы можем, например, выбрать вот этот слой элементов и сказать, что мы его хотим сделать зеленоватого оттенка. Хоть он у нас там и сложно градиентный, но перекрасить графический объект умеет делать все, поэтому мы можем с вами подобрать и сделать его великолепно подходящим под то, что у нас получилось. сейчас подберем. Если вы чувствуете, что у вас какой-то цвет не влезает, то вы можете вот здесь вот тоже это все покрутить, посмотреть для того, чтобы он у вас попал. Что-то мне не очень нравится. Сейчас сброшу еще раз попробую. Так. Вот так. Второй оттенок. Вот. Здесь сейчас глубину подредактируем. Вот так. и вот этот цвет чуть-чуть фиолетовый. Вот так. Вот. Так. Вот. Хорошо. То есть мы еще поправили и получился вот такой дополнительный оттенок. Такая сложная, интересная штучка. Теперь можно там нарисовать хвост русалки или что там еще у вас придет вам к голову. Можно здесь дальше тоже заниматься декорированием и соответственно можно поправить какие-то вещи да немножечко их задекорировать поднять например вот эту линию путем того что добавить еще нашитых элементов. но это уже на ваше усмотрение как вам больше нравится какого эффекта вы хотите получить в какую сторону сместить. Здесь очень удобно можно создать например сейчас я лямочки еще хочу сделать вот я вспомнила чего не хватает не хватает лямочек и я думаю что сейчас конечно они нам дадут общую картину красиво вот такую штучку мы сделаем да не пугайтесь что она залилась мы ее сделаем ну например вот таким оттенком да прекрасно по-моему смотрится сейчас толщину поправлю так хорошо то есть это такой дополнительный элемент я поняла что именно его мне и не хватало вот две симметричные лямочки и теперь совершенно спокойно можно это все перекрасить в другой цвет потому что мы с вами работаем в программе отопа иллюстратора как вы знаете перекрасить графический объект это очень удобная вещь давайте сместим да она ругается в том что у меня мой шаблон не скопирован но я его и не хотела копировать и мы с вами сейчас создадим давайте две копии и сделаем разные оттенки сгруппируем и здесь сгруппируем еще раз покажу насколько это просто классно и удобно в иллюстраторе можно делать выбираем инструмент перекрасить графический объект он помнит нашу с вами цветовую гармонию которую мы задавали и смотрите как он может классно сочетая эту цветовую гармонию просто менять оттенки и давать нам совершенно другие вариации да и вы можете уже выбрать вы можете что-то конкретное поменять один оттенок а можете целиком вот так менять мне там понравился элемент когда я сдвигала немножко было красиво вот так коричневым было таким вот так ну вот соответственно вот вот такая красота тоже доступна адоб иллюстратору мы немножко с вами пошалили я знаю что это нестандартные эскизы они не очень часто употребляются но например те кто занимается для костюмов для фигурного катания для гимнастики для танцев у вас тоже есть прекрасная возможность это все рисовать в адоб иллюстраторе и это более мобильно это можно в любой момент потрогать и сделать можно делать прям четкую выкладку рисунка пропорциональную прям налекала пожалуйста это все здесь доступно вот такая красота скажите нравятся ли вам такие эскизы показывают ли еще что-то такого плана я готова еще побаловаться и пошалить показать вам всякую красоту на этом все до скорых встреч не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал пока пока не забудьте